Сотрудники регионального управления ФСБ выявили 30-летнего жителя Мордовии, который планировал совершить действия насильственного характера в отношении жителей республики. Сотрудниками ФСБ было установлено, что мужчина, имеющий разрешение на хранение и ношение оружия, на своей странице в одной из социальных сетей разместил материал колумбайновской тематики. В ходе осмотра у него обнаружены и изъяты гладкоствольный карабин «Сайгай», травматический пистолет, а также личные дневники с описаниями совершения убийства в местах массового скопления людей, а также своего самоубийства. Во время опроса он рассказал о частых приступах агрессии, проявлении ненависти к себе и окружающим, которые он пытался подавить. По инициативе УФСБ мужчина госпитализирован в психиатрическую больницу для лечения. По результатам оценки его психического состояния он лишен лицензии на хранение и ношение оружия. Два пожара в Мордовии 9 февраля унесли жизни троих человек. Один жилой дом загорелся ночью в селе Старая Авгура Краснослободского района на улице Пролетарской. Его хозяйка – женщина, 45 лет. Пожароспасательное подразделение вызвали соседей напротив. Они увидели блики пламени в окнах. В ходе тушения пожара в 4 часа 20 минут сотрудниками МЧС России были обнаружены тела двух человек. Их личности устанавливаются. Причина пожара устанавливается. Еще один дом сгорел ночью в селе Большое Игнатово. Пожар обнаружили жильцы дома. На момент возникновения пожара в помещении находилось 5 человек. Трое жильцов самостоятельно покинули помещение. Женщина 1960 года рождения, хозяйка дома, при попытке самостоятельно потушить возгорание, получила ожоги лица и кисти рук. Госпитализирована в больницу. В ходе разбора места пожара сотрудниками МЧС России было найдено тело мужчины 1959 года рождения, мужа хозяйки дома. Предварительная причина пожара – короткое замыкание. Работники администрации Кемлянского сельского поселения и Чалковского района Мордовии совершили должностные преступления. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники регионального управления ФСБ установили, что в марте 2022 года руководство сельского поселения заключило муниципальный контракт с коммерческим предприятием на обустройство водоема в селе Кемля. Сумма контракта составила 3 млн 247 тыс. рублей, которая после подписания актов о приемке работ была перечислена на счет организации. Вместе с тем экспертиза установила несоответствие стоимости и объеме фактически выполненных работ на сумму более 1 млн 900 тыс. рублей. По фактам превышения должностных полномочий и служебного подлога возбуждено уголовное дело. В исправительную колонию строгого режима отправится 36-летний житель Саранска, виновный в смерти знакомой. В августе во время застолья он жестоко избил ее и оставил. Днем пострадавшую без сознания обнаружили соседи. Женщину доставили в больницу, где в октябре от полученных травм она скончалась. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, ее смерть наступила от тупой травмы тела, осложнившейся травматическим отеком головного мозга. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил. 36-летняя жительница Саранска избила и порезала супруга. Семейная ссора произошла в ноябре прошлого года, в результате которой 36-летний мужчина оказался на больничной койке с черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга, резанными ранами шеи и спины. Сотрудники уголовного розыска установили, что покалечила пациента супруга. В тот день они оба были пьяны, женщине не понравилось позднее возвращение мужа домой, и она ударила его несколько раз табуретом по голове. После этого женщина хотела уйти из квартиры, однако потерпевший был против и преградил ей проход входной двери. В результате обвиняемая взяла нож и нанесла сначала один удар шеи мужчины, а затем ему спину. Уходить супруга передумала, обработала раны, смыла с пола кровь. Спустя три дня мужчине стало плохо, и тогда вызвали скорую. Свою вину в совершенном преступлении женщина полностью признала. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. С начала года в Мордовии трое подростков попались на уловки мошенников. В дежурную часть отдела полиции номер 4 УМВД России по городу Саранск обратился 14-летний подросток. Он сообщил, что мошенники обманули его, похитив 5 тысяч рублей при продаже наушников. На его публикацию о продаже, размещенной на сайте бесплатных объявлений, откликнулся мужчина. Незнакомец пояснил, что для завершения сделки необходимо, чтобы школьник сначала перечислил 5 тысяч рублей на резервный счет. Затем эта сумма якобы вернется ему в двукратном размере. Поверив злоумышленнику, подросток совершил перевод, после чего уже покупатель перестал выходить на связь. На уловки мошенников в интернете попалась и 16-летняя студентка колледжа. Она хотела оформить брови подешевле, но признанная мошенниками ссылка на якобы предварительную запись оказалась ловушкой для списания денег с ее карты. Девушка потеряла 2270 рублей. Еще один 16-летний школьник, житель Нижнего Новгорода, будучи в Саранске, перечислил злоумышленникам 17 тысяч рублей под предлогом оказания ему платных интимных услуг. Утром 10 февраля в Саранске столкнулись маршрутная «Газели-Москвич». Авария произошла на перекрестке улиц Гагарина и Республиканской. Микроавтобус следовал по 32-му маршруту. По информации госавтоинспекции, водитель легковушки не пропустил общественный транспорт, в результате чего произошло столкновение автомобилей. По предварительным данным, травма получила женщина-пассажир «Газели». Бригадой скорой медицинской помощи ей была оказана помощь. 9 февраля в ДТП пострадала девочка-пассажир. Авария произошла в Саранске на улице Волгоградской. Днем здесь столкнулись автомобили ВАЗ-2107 и Рено Меган. По информации госавтоинспекции, 21-летний водитель отечественной «семерки» ехал, не соблюдая безопасную дистанцию, и врезался в иномарку. В результате ДТП 14-летняя пассажир «Мегана» с различными травмами госпитализирована.